Мероприятия, посвященные памятным датам России, прошли и на Чукотке. 3 сентября вместе с днем окончания Второй мировой войны в нашей стране также вспоминают жертв терактов. Это еще и день солидарности в борьбе с терроризмом. Почтили память погибших. В столице Чукотки 3 сентября состоялась мемориальная акция «Вечная память ангелам Беслана». В этот день, в 2004 году, в Бесланской школе номер один погибли 334 человека. В том числе 186 детей. Самодельные бомбы в школе заложили боевики. С тех пор каждый год жители всех регионов страны отдают дань памяти жертвам терактов. В Анадеем воспитанники детского сада «Золотой ключик», активисты движения «Первых» и обычные горожане собрались на главной площади города, чтобы зажечь мемориальные свечи и почтить ушедших минутой молчания. Минута молчания. Памятные акции прошли во всех районах округа. Так, в библиотеке угольных копий в рамках мероприятия «Терроризму нет». Участникам представили информацию об основных видах террора, причинах его возникновения и о том, какие действия следует предпринимать в случае террористической угрозы. Там также показали видеоролик «Помним, скорбим, сплотимся и победим». Акция «Будущее без терроризма» прошла в библиотеках сёл Усть-Белое и Мейны-Пыльгина. К ней также присоединились дома культуры сёл Кончалан и Краснино, посёлка Беринговский. А сегодня библиотека города Анадрием провела для дошкольников познавательный час «Школа безопасности для малышей». В Эквикиноте 3 сентября состоялось торжественное открытие мемориальных досок военнослужащим Аймиру Миягашеву и Михаилу Беляеву, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. А в посёлке Проведение состоялся митинг минувших лет «Святая слава», приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны. В нём приняли участие юнормейцы отряда «Ориенгир» и военнослужащие Тихоокеанского флота. На митинге поимённо вспомнили ветеранов, проживавших в Проведении. Целью мероприятием было привлечь внимание к важным событиям войны, рассказать о подвиге советских воинов. Добрый день, уважаемые товарищи. Отселяю лично от командования 50-го полка берегового обороны Тихоокеанского флота. Поздравляю вас с днём во всех главах России. Власть, Министерство обороны делает всё для того, чтобы наша история навеки осталась неизыклемой и нескрушимой. В рамках этих дат в библиотеках посёлков Угольной Копи и Беринговске также были оформлены книжно-иллюстрированные выставки, на которых организаторам представили литературу о Второй мировой войне. На книжных выставках «Победа на Дальнем Востоке» и «Долгая была война» состоялись информационно-библиографические обзоры «Мы не имеем права забывать», патриотические часы, видеопоказы документальных фильмов, посвящённых памятной дате. Антон Кучин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.